От имени главы Нижегородской митрополии, митрополита Георгий, управляющего Нижегородской партии от себя лично, приветствую всех вас с праздником Рождества Христова. И мы с радостью послушаем церковные и прочие песнопения. И пусть порадуются сердце и душа. Викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илья возглавил праздник духовной музыки. В своем приветственном слове он пожелал всем участникам хорового собора удачи и спокойствия. Оно исполнителям не помешает. Показать свое певческое мастерство на таком празднике – большая ответственность. Это абсолютно другая, совершенно другая музыка, которая отличается от обычной, от того, что мы исполняем. К каждому произведению относимся еще и сильно. Студентка педагогического университета Алла Свиягина делится секретами, как нужно готовиться к участию в Рождественском соборе. Произведения здесь все на православную тематику, а значит знания одной нотной грамоты, музыкального слуха и даже таланта недостаточно. Важен особый духовный настрой и молитва. Подготовку к традиционному Рождественскому хоровому собору исполнители начали еще осенью. Зато результат выше всяких похвал. Песня «Святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас». В традиционном Рождественском хоровом соборе в этом году приняли участие 8 музыкальных коллективов Нижнего Новгорода. Это и церковные хоры, и светские исполнители. Один из постоянных участников – академический хор Дворца культуры завода «ГАЗ». Его художественный руководитель Олег Китаев признается – участие в этом соборе хор ждет весь год. Именно церковную музыку коллектив любит исполнять больше всего. Мне кажется, что у слушателей есть возможность прийти и послушать сразу много коллективов. Всегда это интересно. Не у всех бывает возможность в церковь входить так часто. А сюда придя, они могут послушать самую разную церковную музыку. В исполнении такого количества коллективов – это совершенно необыкновенный вариант. По традиции, духовные песни и гимны прозвучали в Александр-Невском кафедральном соборе. Послушать церковные песнопения пришли около 200 нижегородцев. Ой, это вообще замечательно. Это же так прошибает насквозь все. Хорошо, очень хорошо. И также по традиции хоровой собор проходит в святочные дни – самые радостные и светлые для православных верующих. Именно поэтому в репертуаре исполнителей только торжественные произведения, прославляющие праздник Рождества Христова. Наталья Лисова, Виктор Киселев, Объективно, ННТВ.